всем привет вы на канале simpientia live это последний выпуск из пятнадцатой посылки звездной войны спиритис vr 2d2 в этом выпуске мы рассматриваем выпуск номер 57 заканчиваем предпоследнюю манипуляцию по сборке ноги то есть дальше следующие манипуляции по сборке ноги это будет уже проверка и работоспособности и установка заглушек а в этой выпуске мы продолжим работу над куполом и проеме которой манипуляции с ногой также я покажу в конце упал то есть я соединю его с каркасом купола ставлю глаз посмотрим как все это выглядит сейчас мы начнем с обзора журнала в журнале у нас первая статья в лесу когда съемки в пустыне завершились актеры съемочная группа перебрались вендор декорации которого возвели на уложенном лесном участке перемены декораций далее лесная тишина подготовка площадки для съемок далее у нас большая тоже картинка имперский бункер представлял собой прочную постройку с продуманным интерьером когда актеры входили в него и спускались по лестнице было видно что происходит внутри прибытие съемочной группы далее у нас айджи 100 магист магна страж магна страж так так у нас выглядел лидер степератистов генерал геверос очень редко редко выходил без как минимум двух телохранителей айджи 100 ну да он постоянно ходил с защитой во всех фильмах и мультиках наверное мультики не смотрел электропосох интересно могли бы включить в серию эту журнал еще электропосох потому что как по мне это очень важно атрибут этой саги звездной тематическое исследование эхо прошлого очень красиво опять таки панорама большая получим стражи замка гевероса вот тут сцены из мультиков это видно по графике которая тут показана далее роботы для обслуживания канализаций как по мне сейчас обслуживание канализации одна из самых острых проблем она поднимается у нас и на всяких слушаниях и вообще проблему каждого на слуху модульная конструкция тоже сейчас работали над модульными конструкциями разной корпорацией и в том числе компания google у них была разработка модульного телефона который к сожалению так и не вышло был google project я забыл как называется но они хотели создать телефон который создавался бы из разных деталей но в итоге так и не создали будущее роботов для чистки канализаций и наши детальки этого выпуска с этим выпуском мы получаем еще одну панельку это она панелька также у нас идет инфракрасный датчик это датчик приближения и еще одна нижняя накладка не левая правой почему-то левый пишется в тексте правой непонятно я уже забыл если это левая или правая опора потому что но по ее расположению она будет идти вот так вот это получается правая опора потому что она будет идти вот так вот так он вот так развернется я запутался вот почему-то то левый то правый называется непонятно как она левая или правая в итоге устанавливаем тоннель купола сейчас мы осмотрим детальки тут у нас никаких винтиков нету в комплекте тут у нас есть специальное отверстие я хочу кстати оговориться я говорил в одном из роликов что последним предыдущим что это будет совершающий нет у нас еще будет вот тут контейнер сверху одеваться и скорее всего это все будет на следующей посылке потому что вот у нас есть еще один большой контейнер который как раз таки закрывает наш двигатель так же она вот у нас эта деталька она вот так выглядит с другой стороны дальше у нас идет еще одна панель купола но мне почему-то кажется у нас еще одна панель купола которая была дана ранее почему-то мне кажется что вот эта панелька она дублирует то которая не была у меня была вот такая панелька она была выдана мне с первым выпуском в первом выпуске я нашла и я пока нигде не могу ее применить но мне кажется что она была дана просто так то есть она нигде не применяется а вот это dp19 номер и мы берем купол и берем скотч также у нас вот такой инфракрасный датчик он точно такой же как с рукой на выбор и переворачиваем нашу вот эту штуку находим две точки точно так же как на картинке и в этих местах приклеиваем двухсторонний скотч но главное наклеить его ровно он выезжает с этой стороны но главное чтоб он не выезжал там потому что он как бы не особо и нужен этот скотч он просто будет удерживать панельку пока мы будем клеить все остальные а дальше он никакой пароль играть не будет почему то у меня вот тут вот у меня второй клеющий слой остался там то есть как бы он почему то не отодрался сейчас я когда буду отдирать он тут должен остаться вот он клеющий слой не знаю будет ли его видно ну да его видно на камеру почему то остался не от той бумажки так вот пошел клеющий слой там сейчас вроде как полегче стало клеиваться так и мы его будем клеить так вот этой дыркой вот отверстие то есть вот так вот и тут сейчас двухсторонний скотч помешается то что он будет тут вылазить что я вот это тоже не подумал насчет этого момента так и вот мы вставили панелька держится она не выпадает все она вставлена так это выглядит с другой стороны то не все эти панельки сейчас мы оденем их на купол и посмотрим как все это выглядит у нас в этой посылке работа над куполом закончена то есть мы берем мы находим вот эту штуку и ищем 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 так ищем старт у нас идет большая и маленькая вот так вот вот мы вставили их по ключику и вот так у нас все это дело будет смотреться у нас купол прижал вот эти вот панельки дальше можно вставить глади на его место он вставился и задвинулся все так у нас выглядит купол вот так вот он красивый такой внутри внутри каркас и вот так это выглядит изнутри а сейчас мы переходим к следующему этапу мы возвращаемся к ноге мы берем ногу и наши детальки также у нас будут использованы саморезы в начале мы переворачиваем ногу и вставляем сюда вот этот вот этот датчик только вот этой стороной и с помощью черного самореза мы его туда вставляем все еще надеюсь что может быть она хоть какой-то винтик закрутит все еще ходит значит можно крутить дальше вот все теперь она не ходит и мы вставили этот датчик дальше мы так что я не могу понять так синий-черный-зеленый а какую штуку мы должны вставить в датчик я что-то еще забыл и по всему в датчик еще должен вставляться проводок который мы забыли я изучу этот вопрос и мы продолжим короче проблема оказалась достаточно большой чтобы продеть желтый проводок он у нас во первых не будет закоплен шкутами в этом роботе потому что шкуты уже использованы пришлось разбирать весь корпус и сейчас я дособеру и мы продолжим наше видео и мы продолжаем для вас на видео прошло наверное 2 секунды а для меня прошло тут ну наверное полчаса я очень много раз пересобирал эту ногу у меня сначала я собрал ногу разобрал ставил потом смотрю у меня мне той стороной этот провод стоит потом разобрал снова перевернул другой стороной потом у меня тут не выпало потом я разобрал смотрю у меня вот этих штук не хватает не знаю я почему-то не увидел когда их надо вставлять по сборке или этого не было или реально это пропустил потом я еще тут несколько раз пересобирал потому что у меня длины провода вот этого не хватало и сейчас мы наконец-то можем сделать то ради чего я так долго старался можем ставить этот проводок вот в эту вот штуку в этот датчик и наконец-таки завершить сборку пятьдесят седьмого выпуска спустя наверное час после начала записи этого ролика ох я изрядно намучился с этой сборкой и сейчас мы наконец-то сделаем последний этап я наконец-то я думаю что мы сделаем это сейчас потому что еще раз разбирать это могу очень бы не хотелось да скорее всего но так и будет все теперь у нас наконец-то этот проводок находится на своем месте и мы наконец-то можем закрепить вот эту штуку с помощью винтов мы закрепляем ее черными саморезами да в четырех местах точно так же как указано на фотографии спросите почему я использую отвертку эту потому что у меня отвертка которая идет комплектом она вообще ничего не может она не может ну точнее комплектная она не то что совсем ничего не может она во-первых ручная во-вторых она вообще не магнитит я не знаю я не мог ее на магнитить она не магнитится а доставать финты руками каждый раз это большой большой кошмар так следующий саморез я даже не хочу ставить это на паузу очень долго я просеял на паузе с этой ногой я хочу эпично завершить эту сборку т.к. вот я т.к. Продолжение следует... Почему-то я то ли резьбу не чувствую, то ли не понимаю, что. В чем прикол? А где винтик? Нет, винтик внутри. Я, наверное, потерял еще один винтик. Я его не вижу. Я уже, скорее всего, потерял два винтика за эту серию. Один винтик я потерял, когда раскручивал ногу, и я вот так и не ношу. У меня на полу лежит ковер, и на этом ковре очень тяжело рассмотреть винтики. Но, как я понял, что хоть и дают запасные винтики, но их катастрофически мало. Вот таким образом у нас выглядит наша нога. Вот у нас все проводки. Аналогично могу показать предыдущую ногу. У нас тоже вот длинный черный. И вот эти два проводка. Это у нас полностью готовая нога. И три проводка от нее идет. У нас на этом заканчивается сборка этой ноги. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И ждите новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok